Иван Пелецкий уже более 10 лет занимается разработкой электронных паспортов безопасности, работает в системе МЧС в пожарной части номер 44. Это гигантские массивы информации, потому что мы, по сути, должны просчитывать не только пожары и техногенные катастрофы, в принципе, все глобальные риски, которые могут случиться на какой-то конкретной территории. Я нашел свою нишу, я понимаю, что я на своем месте. Иван признается, без компьютера в его профессиональной деятельности никуда. На удаленке этот вопрос стоит особо остро. Домашняя стационарная техника Ивана попала в ремонт, но теперь проблема решена. В Московской области реализуется проект, благодаря которому инвалиды-колясочники могут получить ноутбук. Не секрет, что найти свое дело жизни людям с инвалидностью очень часто бывает непросто. Техника должна помочь в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, поиски работы или же ведения профессиональной деятельности. И в преддверии Нового года генеральный директор благотворительного фонда «Рождественская звезда» Алексей Фураев вместе с активистами Общероссийского народного фронта и сотрудниками Щелковского управления социальной защиты населения передали Ивану Пелецкому нужную технику – ноутбук, а также столик под инвалидное кресло, роутер и сертификат на программное обеспечение Microsoft Office. Идея родилась в Министерстве труда Российской Федерации о том, что ноутбук может являться средством ТСРа – реабилитации для инвалидов. И решили, что пилотным проектом выступит Московская область. И региональному отделению Народного фронта было поручено благотворительному фонду «Рождественская звезда» написать проект, подать его на субсидию, которую мы выиграли в Главном управлении социальных коммуникаций Московской области при поддержке Минсоцразвития Московской области и при поддержке фонда президентских грантов. Для того, чтобы попасть в список на получение ноутбуков, жителям необходимо было пройти специальное анкетирование. Был разработан особый список вопросов, около четырех десятков. Этот список по области составил 350 человек. Мы работали в теснейшем взаимодействии с органами соцзащиты, с Министерством социального развития. И в итоге вышли на вот эту численность. До конца января 2022 года планируется передать технику 31 инвалиду из Московской области. Двое из них – жители Щелково. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин